Всем привет! Получили мы новую партию запчастей, понемногу будем наливать их на наш сайт. Сегодня у нас осмотр мотоцикла ZRDX 250. Это эндуро, вес чуть меньше 120 кг. Межосевое расстояние 1435 мм, что на 5 мм меньше, чем, к примеру, на Liger 250, но на 10 см больше, чем на статусе. Перед нами мотоцикл торговой марки Skybike, модель ZRDX 250. Модель двигателя ZS 165FMM, объем двигателя 223 кубических сантиметра. Двигатель воздушного охлаждения, одноцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением распредвала. Двигатель оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач. Переключение передач стандартное для всех мотоциклов. Первая передача вниз, остальные передачи наверх. Нейтральная передача между первой и второй передачей. На рамы приварено два уха для защиты двигателя от попадания веток, камней и так далее. С левой стороны двигателя лапка переключения передач. Подножка водителя, боковая опора, подножка пассажира, которая прячется. Привод на заднее колесо осуществляется цепью. Цепь имеет шаг 520. Заднее колесо имеет размер 110-90 на 18-90. На заднем рычаге установлен механизм натяжки цепи. Звездочка крепится шестью болтами. Передняя подвеска выполнена на двух перевернутых газомасляных амортизаторах. Для защиты рабочей поверхности амортизатора она закрыта щитком пластиковым. Мотоцикл оборудован передним дисковым тормозом. Передний диск имеет диаметр 270 мм. Суппорт двухпоршневой. Переднее колесо имеет размер 80 на 100 на 21 дюйм. Для улучшения охлаждения двигателя под передними обтекателями установлены дефлекторы, которые направляют воздух на головку цилиндра и на сам цилиндр. С правой стороны двигателя установлена свечка. Глушитель закрыт декоративной накладкой, чтобы не обжигать ногу. На правой крышке установлена пробка для заливки масла и контрольное окно для уровня масла. Также имеется лапка кикстартера. С правой стороны задний тормоз. Тормоз гидравлический. Боковая подножка и опять-таки подножка для пассажиров. Задняя подвеска выполнена на моноамортизаторе с геометрией линка. Жесткость пружины можно отрегулировать с помощью двух регулировочных гаек. В верхней части амортизатора есть специальный ниппель для накачки давления в амортизатор. Для защиты ног пассажира глушитель закрыт пластиковой крышкой. Задний тормоз гидравлический. Двухпоршневой суппорт. Диаметр тормозного диска 240 мм. В задней части мотоцикла установлен мощный багажник из железных трубок, на который удобно положить поклажу и имеются крючки для того, чтобы его привязать. Задняя светотехника представляет из себя фонарь, в котором светодиодный габаритный огонь и светодиодный стоп-сигнал. И на мягких ножках выполнены указатели поворота, тоже LED. Передняя фара с галогенной лампочкой, цоколь H4, мощность лампочки 35 Вт. Передние повороты также выполнены на мягкой ножке LED-типа. Спидометр имеет шкалу указания скорости в километрах в час, одометр общего пробега и сбрасываемый одометр суточного пробега. На спидометре также установлены индикаторы поворотов, индикатор включенного дальнего света, индикатор нейтральной передачи и индикатор включения габаритов и ближнего света фар. Замок зажигания имеет положение выключено-включено. Сам ключ имеет защиту для предотвращения попадания грязи в сам замок зажигания. С правой стороны руля установлена ручка газа, блок выключателей, в котором есть кнопка стартера и кнопка блокировки двигателя. Также управление передним тормозом. С левой стороны руля у нас имеется ручка сцепления, пульт кнопок, в котором есть кнопка сигнала, переключатель поворотов, включение габаритов и ближнего света фар и переключатель с ближнего на дальний, с дальнего на ближний. Мотоцикл оборудованный пластиковым баком, емкость бака 6,5 литров. Если видео было полезно, ставьте палец вверх. Всем пока. Подписываемся, чтобы не пропустить следующее видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»